Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 1 июля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Леонтия. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «Львинный». Небесным покровителем его является мученик Леонтий. Жил святой в I веке, и был он военачальником в императорских войсках финикийского города Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и благоразумием. Многие относились к нему с глубоким уважением за его добродетели. Император назначил римского сенатора Адриана правителем Финикийской области с полномочиями преследовать христиан и предавать их на мучения. Прознал Адриан, что святой Леонтий отвратил многих от поклонения языческим богам и отправил воинов и трибуна Ипатия на его поиски. В дороге трибун сильно заболел. Находясь при смерти, увидел он во сне ангела, который сказал «Если хочешь быть здоровым, произнеси вместе с воинами Бог Леонтия, помоги мне!» Открыв глаза, Ипатий увидел ангела и ответил «Как же я призову его, Бога? Я ведь послан задержать Леонтия!» После язычник рассказал воинам о случившемся. Воины три раза призвали на помощь Господа. Ипатий сразу же исцелился ко всеобщей радости воинов. И только один воин, Феодул, сидел в стороне и размышлял о происшедшем, потому что душа его прониклась любовью к Богу, и он уговорил Ипатия пойти на поиски Леонтия вдвоем. При входе в город Путников встретил неизвестный, который пригласил их в свой дом, где щедро угостил Путников. Узнав, что это и есть Леонтий, они упали на колени и просили просветить их верой в истинного Бога. Там же свершилось крещение. На выкрещённых осенило светлое облако, и пролился благодатный дождь. Когда правитель Адриан узнал обо всём, он приказал схватить верующих и заставить их отречься от Христа, ибо иначе ждут их страшные муки. Ипатия подвесили на столбе и строгали железными когтями, а Федула беспощадно били палками. Видя, что вера их непоколебима, мученикам отсекли головы. Нестерпимые страдания претерпел и святой Леонтий. После избитого и обессиленного его заперли в темнице, а утром он предстал пред правителем. Адриан пытался прельстить святого дарами и почестями, но ничего не добился. Святого продолжали истязать. Тогда разгневанный правитель приказал бить палками Леонтия до того момента, пока дух его не выйдет. Когда душа святого мученика отошла ко Господу, тело его выбросили за город. Но христиане нашли его и счастью предали погребению. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Василия, Сергея, Никанора и Виктора. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!